Как можно быть евреем и верить в Иисуса? Не является ли это оксюмороном? Он умер за наши грехи. Как еврейский народ искупает свои грехи сегодня? Когда моя бабушка была ребенком в нацистской Германии, знаете, должна была носить еврейскую звезду. Она сидела в классе, и учитель сказал, «Встаньте, вы все, которые евреи». Итак, она встала, как хорошая еврейская девочка, и учитель сказал ей, «Садись, ты должна гордиться тем, что ты арийка». Вот такая она, светловолосая, голубоглазая еврейская девочка, очень гордая тем, что она еврейка. Но учитель говорит ей сесть, потому что у нее были арийские черты. Мой дедушка был веселым, саркастичным и очень умным еврейским мужчиной, который любил учить меня идишу. Это было благословением для меня расти в еврейской мессианской семье. У меня были уроки еврита и бат-митсва, и это действительно дало мне возможность делиться вестью об Иисусе с множеством моих друзей. Наверное, большая часть разговоров, которые были у меня, были с моими друзьями-ортодоксами, потому что они действительно хорошо знали Тору и Гаф-Тору. Это дало мне возможность открывать Писание перед тем, кто понимал Писание, и возможность указать на такие открывки, как Исайя 53 и Исайя 9. Кто этот Мессия? И пришел ли он уже? Ну, я думаю, что когда я стала старше, я начала получать больше вопросов о том, что такое быть евреями и верить в Иисуса. Много друзей были настолько сбиты с толку, и им было так любопытно, как это я могу быть еврейкой и верить в Иисуса. Как вроде бы это оксюмарон, не так ли? Это провоцирует много разговоров. Некоторые люди просто относились к этому с апатией. Они говорили, ну хорошо, ты можешь верить во что хочешь, я буду верить в то, во что я верю. Все могут верить в то, во что они хотят верить. Однако у других, особенно ортодоксов, действительно начинали появляться вопросы об этом. Я думаю, самое худшее, что со мной произошло, когда я делилась Евангелием с одними людьми, это был ортодокс, который проходил мимо и просто плюнул на меня. Серьезно? Вот человек, который якобы любит Бога, и вот то, что он собирается сделать? Он собирается плюнуть на меня, потому что у меня другие верования, и я верю, что Иисус является Мессией? Если вы действительно думаете об этом как евреи, как евреи искупают свои грехи сегодня? Если мы люди, если мы грешные, если мы несовершенные, и как при том, что у нас нет храма, чтобы действительно прийти и принести жертву и искупить наши грехи, то как мы искупаем наши грехи? И Иешуа действительно пришел. Он умер за наши грехи. Поэтому нам больше не надо даже искупать свои грехи. Вера в то, что Иисус — это Мессия, что Он умер за наши грехи, и что Он вернется снова, это просто настолько великолепно, и нет никакой другой надежды, подобной этой. На протяжении всей своей юности и взросления у меня была возможность ходить с Иешуа. Вы, безусловно, заставите людей задавать вам вопросы, и это достаточно сложно. Но я должна сказать, что оставаться сильным в этой вере в Иешуа и иметь радость, и любовь, и мир, которые исходят из этого, это просто переполняет. И мои друзья и другие люди действительно относились к этому с уважением, потому что я могла быть наполнена той радостью и любовью, которую дает Иисус Иешуа.